Сегодня мы находимся на площади Горького. И надо сказать, что когда мы сюда шли, мы поняли, что мы будем находиться в полном одиночестве. С одной стороны это хорошо, но с другой стороны такое ощущение, что люди, живущие в Каменске-Уральском, абсолютно потеряли всяческие эстетические ориентиры. Давайте посмотрим вблизи на фонтан, который требует восстановления, и он получит это восстановление, скорее всего. По крайней мере, об этом очень много пишут и очень много говорят. Очень интересный рисунок есть у этого фонтана. Сверху видно птичку, голубя, а снизу видно такого северного пингвина, такого довольно бувалого северного пингвина. Я надеюсь, эта штука на меня не спалится сверху. Это может случиться в любой момент. Мы уже перешли на другую сторону, и, честно говоря, я думала, что здесь нарисован кто-то другой. Почему-то из детства мне казалось, что здесь разные животные нарисованы. Сейчас я вижу, что животное одно, абсолютно одинаковое. То есть пингвины и голубь. Я думаю, что здесь можно найти надписи из 90-х годов. Здесь также есть пингвин. И, честно говоря, мне кажется, что это какие-то тоже своеобразные восстановительные работы, способствовали появлению этих пингвин в таком виде, в котором они есть. Это новая краска, но, честно говоря, я думаю, что это не очень эстетически ценно. Немножко страшно бродить под этим куполом, который может в любой момент спуститься мне на голову. И моего оператора тоже. Мне нравится его многосоставность, и я думаю, что если его тщательно отреставрировать, то было бы неплохо, если бы были какие-то части, возможно, из камней сделанные, возможно, какая-то мозаика. Было бы очень классно. Я ассоциирую воду с чем-то античным, с какой-то античной тематикой. Мне кажется, что это будет очень красиво. Тем более, что если учитывать, что в какой-то хороший солнечный день это будет все переливаться, я думаю, что это будет очень интересно смотреться со стороны. Место сейчас безлюдное, и единственный минус сейчас в этом месте, это то, что невозможно перейти дорогу. То есть, фактически, для того, чтобы посмотреть эту местную достопримечательность, нужно рисковать собственной жизнью и переходить дорогу в неположенном месте. Субтитры создавал DimaTorzok